Биография Барбара Брыльски Биография Барбара Брыльски Биография Барбара Брыльски В жизни актрисы изменила случайная встреча с режиссером Антони Бахдзевич, который предложил 15-летней Барбаре сыграть в его фильме «Калоши счастья». Данный черно-белый фантастический фильм стал отправной точкой в долгоэкранной карьере актрисы. Барбара начала грезить профессии актрисы и впоследствии стала посещать различные театральные студии, актерские кружки и занятия профессионального мастерства. Получив базовое образование, наша сегодняшняя героиня поступила в Лодзинскую высшую театральную школу, где проучилась некоторое время. Впоследствии Барбара Брыльски решила продолжить свое обучение и, переехав в Варшаву, в начале 60-х годов поступила в высшую школу театра, кино и телевидения. Карьера Барбары Брыльски в кино. Будучи студенткой Варшавского вуза, девушка продолжала сниматься в кино. В 1964 году актриса снялась в картине «Поздно после полудня», в которой сыграла свою первую главную роль. Следом за этим последовали фильмы «Бумеранг», потом наступила тишина, военный сериал «Ставка больше, чем жизнь», а также культовая польская картина «Фараон». В 1965 году выдвинутая на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Данные картины позволили нашей сегодняшней героине уже к 20 годам стать настоящей звездой польского кино. Барбара Брыльска пользовалась расположением режиссеров, а потому не сидела подолгу без дела. В 1968 году актриса впервые сыграла в кино «За пределами своей родины». В немецком фильме «След Сокола», главную роль в котором исполнил легендарный Югослав Гойко Митич. Данная картина открыла имя Барбары для иностранных режиссеров, и впоследствии актриса стала чаще сниматься «За пределами Польши». «Убийство в понедельник», «Белые волки», эти и другие немецкие фильмы долгое время считались одними из лучших работ в карьере очаровательной польки. Кроме того, на стыке 60-х и 70-х годов Барбара Брыльска стала время от времени появляться также и в советских картинах. «Освобождение», «Прорыв», «Освобождение», «Битва за Берлин» – эти фильмы открыли имя актрисы советским зрителям. Однако настоящей звездой Барбара в тот период продолжала оставаться лишь в Польше. Она часто снималась в фильмах самых различных жанров, а потому ее карьера неуклонно двигалась вверх. Одной из главных ее ролей того периода была скандальная лента «Анатомия любви», которая включала в себя некоторые эротических эпизоды, а потому вызвала большой резонанс среди зрителей. Некоторое время критики считали, что данная картина загубит карьеру актрисы, но в действительности все вышло с точностью да наоборот. Фильмография Барбары Брыльски «После ироним судьбы». В 70-е годы Барбара Брыльска снималась в Польше, ГДР, Югославии и некоторых других странах. В СССР наибольшую популярность актриса приобрела после исполнения культовой роли в картине Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Данный фильм принес ей большой успех, но вместе с тем разделил ее жизнь на «да» и «после». В этой картине также снимались такие блистательные советские актеры, как Андрей Мехков, Лия Ахиджакова, Александр Ширвиндт и другие. Как это неудивительно, однако после этой звездной роли актриса стала реже появляться в польском кино. Нет-нет, она все еще оставалась звездой, однако народной любимицей Польши уже быть перестала. В 70-е и 80-е годы она продолжала сниматься в картинах самых различных режиссеров в Польше, Болгарии, Чехословакии и СССР. После своей триумфальной роли в комедии Эльдара Рязанова наша сегодняшняя героиня стала часто бывать в Москве. Подобное положение дел сохранилось и после распада Советского Союза. Актриса часто появлялась в России и Украине, где не только снималась в кино, но также участвовала в различных телевизионных проектах. Что касается Польши, то у себя на родине Барбара Брыльска играла преимущественно небольшие роли. Она продолжала сниматься в кино, однако настоящей звездой она была только в странах бывшего Советского Союза. Барбара Брыльска сегодня. В начале 21 века актриса сыграла в Москве свои первые театральные роли, а позднее также снялась в фильмах «Ирония судьбы». Продолжение «Адмирал», «Даунхаус» и в украинской ленте «Странное Рождество». В 2014 году наша сегодняшняя героиня должна сыграть еще в одном российском фильме – музыкальной комедии «Тайна принцесс». В последние годы на экраны также вышло несколько польских фильмов «Любовь на подиуме», драма Богуслава Линды, «Светлые голубые окна», а также сериал «Няня», польская адаптация одноименного американского ситкома. В каждой из названных лент можно увидеть Барбару Брыльску. Личная жизнь Барбары Брыльски. В жизни актрисы было три мужа – Ян Боровец, Людвиг Космаль и актер Ежи Зельник. Кроме того, в некоторых источниках упоминается также о двух долгих неофициальных союзах актрисы. От разных мужчин у Барбары родилось два ребенка. Младший сын Людвиг сегодня живет в Варшаве, недалеко от своей матери. А вот старшая дочь актрисы и модель Барбара Космаль трагически погибла в автокатастрофе в 1993 году. В этот момент темноволосой красавице было всего 20 лет.